всем привет продолжаем собирать наш урал 4320 от звезды подошли мы к этапу уже непосредственно работы с кабиной здесь довольно много всяких под сборок в принципе я уже это большинство сделал сейчас у меня такая вот расчлененка на столе и уже загрунтовал то что можно было собрать под собрал но и тут кое-что еще от двигателя и диски также лежит кузов сегодня наверное займемся сборкой именно кабины и доведем до ума наш двигатель его немножко обработаем подставим чтобы поставить на раму и уже забыть про него грубо говоря для начала начнем работы с кабиной двигатель уже под завершение ролика посмотрела тут все в принципе стыкуются нормально в итоге проблем не должно возникнуть ну там посмотрим долго искал информацию поэтому в нашему делу а именно вот по обшивке на разных фотографиях задняя стенка обшита какой-то материал какой-то такой довольно тонкий и он разного цвета но в большинстве случаев такой бежевый цвет примерно такого цвета как наш матадор если кто следит за сборкой матадора поэтому наверно будем делать так а здесь обшивка карт дверей она чаще всего черная потолок тоже светло-бежевый такой какой-то такого оттенка а именно вот это вот у нас черные и сиденья чаще всего встречаются коричневые с белым кантиком таким шнурок прошивка такая либо черные я наверно буду делать сидушки черные а вот здесь вот тут интересно на разных фотографиях тоже по разному вот эта часть у нас полностью черная на разных фотографиях а вот здесь вот бывает и зеленая и полностью черная то есть вариантов довольно много если вы конкретно какую-то привязку к прототипу делаете то нужно смотреть какой пол у него потому что к примеру звезда нам предлагает в черный выкрасить только вот эту вот часть где у нас рычаги и вот эту часть здесь у нас зеленая должно быть по их разметки но мы наверно сделаем здесь черным и здесь все зеленым как я нам на большинстве фотографии видел так что такой у нас подход будет долго говорить не будем будем делать сейчас подготовлю краску на ускоренном видео все покажу и когда непосредственно к двигателю вернемся тогда может что-то там еще поясню прежде чем приступать далеко не убегайте и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот эту деталь чуть-чуть Эти выступы Ну и соответственно красить тоже не очень удобно Но это на мой взгляд Кому-то может и удобно Если в принципе кисть украсить Проблем никаких нет Сейчас с аэрографом очень много всего маскировать Я лично это не люблю поэтому я собрал ее заранее и соответственно собранном виде мы будем красить не на раме вот так вот отдельно ну и немножко подставил под загрязнил наш двигатель получился он такой наш темненький с подтеками различными масло насколько я знаю механику этого двигателя вроде в тех местах масло налил не знаю знатоки меня поправят если чё ну и вот такой вот у нас глушитель старенький ржавенький получился это соответственно ставить пока не буду еще успеем 10 раз поставить радиатора надо будет тоже немножко подпылить то у нас прям аж блестючий но это тоже успеем но на этом наверно закончим серию осталось у нас тут уже покраска кузова и кабины соответственно за кадром я это все подготовлю единственное покажу чем я делал эффект осики наносил это химия модул об наша русская интересные такие жижки этот эффект 0804 чем такие вот они у них там разные есть есть грязь есть пыль очень удобная штучка не пробовал правда через аэропорта кто-то писал мне что вроде можно и наносить вот на кузове попробуем всякую пыль и грязь нанести с иерографа надеюсь получится смывается она войт спиритом такой вот эффектом как вы делите пыль здесь сделал ржавчину на нашем глушителе в принципе довольно интересный эффект и легко наносится спасибо всем за внимание продолжение постараюсь не затягивать следите за новостями всем до новых встреч пока пока что 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 Продолжение следует...